Друзья наши далекие и близкие, вот такое у нас утро. 4 градуса, господа, 4 градуса. Посмотрите, изумрудная зелень. Наверное, не просто так они палки эти не забирают. Вот эти столбики, они показывают уровень снега. Ну а что? Альпы рядом. Перкебе, ну, может быть, еще и будут у нас снежные бури. Транспорт, как обычно, частный. Автобусов пока не видели. Сегодня глобальная забастовка. Тоже вчера у меня спрашивали, будут ли ходить школьные автобусы. Я знаю, например, в Кельне тоже там проблема в школу уехать, из школы добраться. Похоже, что и школьные автобусы тоже бастовали. Не знаю, как у нас здесь. Зашли за чесночком. Постепенно подготавливаю смесь всяких разных травок для заправки супиков. А сюда давно уже хотела зайти. Здесь зацвела алыча. Мало того, что она зацвела, она уже и осыпается вся. Посмотрите, какая прелесть. Самые первые деревца начинают цвести. Ну, скоро будет такое буйство красок, когда зацветут сады. А сейчас вот такое. Очень вкусное. Кстати говоря, я ее частенько прохожу. Тут штучек 10-20 наберу, заморожу. Рыбу, когда готовлю, добавляю. Она такая кисленькая. Ну и, честно говоря, когда уже осенью ходишь гуляешь, в начале осени, может быть, в конце лета, она самая первая созревает. И очень вкусненькая. Фиалки выглядывают. Я в прошлом году себе приносила отсюда. Тоже листиков много, но еще не зацвели. Надеюсь, что скоро. Ну что, Левчик. Лесок наш соседний, куда мы ходим гулять. Птички поют уже везде. Ну, правда, затихли в последнее время. Так холодно. 4 градуса. Мамма мея, 4 градуса. Ну, надо же. Красота какая. Мы теперь, когда мы с прогулки возвращаемся, я выхожу в сад что-нибудь сделать. В общем, стоял этот отросток винограда. И я решила его все-таки сюда прикопать. До этого я хотела вот этот контейнер переместить большой куда-нибудь. Но вот этот малыш, он пока будет корни пускать, то-се. Пусть будет здесь. Там хорошая земля была. Как раз короты нарыли. В эту лунку я положила перегной. Засыпала его хорошей землей. А здесь я сейчас перегной набрала и посмотрю на состояние моей рассады маленькой. Может быть, я, знаете, еще кидала там, что не попадя, что называется. И они у меня в одном горшке уже все повырастали. Может быть, мне стоит уже какое-то в отдельное жилье кого-то переселять. Лёва сейчас подсапался с местными коровами. Сейчас везде возюкается в земле. Ну, пусть возюкается. Как здесь, знаете, детям даже показывают, как они могут по лужам бегать, валяться в грязной земле. Сегодня коровы очень близко подошли, и Лёва на них ругался. Охранял. Очень много работы, конечно, в саду. Ну, хоть он и маленький. Может быть, и хорошо, что он маленький. Я бы, конечно, не справилась. Это у нас уже распускает свои листочки крыжовник. А я сейчас пойду, хочу затопить камин, потому что прохладно везде. Андреас уехал в санаторий на три месяца. Ой, на три недели. Знаете, по Фрейду оговорка. Я бы, наверное, хотела, чтобы он на три месяца поехал. Лёва, ты что такое? Ты что такое? Тут смеялись надо мной в прошлом ролике. Говорю, ты же из культурной столицы. Ты что так себя ведешь? Что ты народ облаиваешь? Да? Понимаешь ты, да, что ты из культурной столицы? Забыл уже. Я тут распланировала уже себе такое путешествие с собакой через многие земли. Эй, я только что закопала. Раскапывать не надо уже. Хотела посмотреть, растут ли у меня фиалки. Нет. Расти растут, но они еще не цветут. У меня очень много здесь веточек, которые я хочу просто сжечь, потому что мне их некуда девать. Раньше у нас ставил контейнер, и мы им пользовались. А потом Вольф гонку возил, и это все в лес ненужное. Но вот сейчас я подумала, что мне все равно нужна зола. Вот сейчас я почищу здесь вот так я это делаю. А потом Андреса входит какой-то холм, гулянные стихи. И там бывают шурупы или как-то глотки. Я вот так сначала очищу, потом я вот эти все бозди собираю в отделе. Что называется, посыплю. Отношу туда строительный отсек, где у него все машины, там всякие контейнеры. Золу выношу в сад. Если сезон, я ею просто посыпаю все грядки. Ну, еще у меня есть всегда отдельная ведерко, стоит в защищенном месте. Потому что когда время от времени летом нужно или под осень что-то обрабатывать, либо подсыпать эту залу куда-то на грядке, она у меня всегда есть. Потому что лето, конечно, мы не топим камин. Ну, было пару раз, когда прям очень холодно и зябко было, мы затапливали. Вот столько у меня прям целый огромный поддон. Сейчас вынесу на улицу. Ну, а сюда я уже все лишние, всякие ветки, картонки. Вообще мы картон сдаем. У нас есть огромный контейнер. Это вторичная переработка. И мы сдаем это все. Но иногда я просто для растопки сюда тоже запихиваю. Хорошо сгорели веточки. Ой, так уютно, когда есть в доме что-то подобное. Камин. Он у нас не открытый камин. То есть это такая обогревательная система. Типа такой печки. Не знаю. Это не открытый камин. Но все равно это очень уютно, когда мы его затапливаем. Итак, что называется доверяй своей интуиции. Почему мне захотелось затопить камин? Потому что у нас пошел снег. Сегодня 27 марта. Марта. Лев, ты тоже удивлен, да? Ну что ж, раз снег пошел, я решила принести еще дров. Пусть будет. Погрызть хочешь что-нибудь, Левочка, да? Курбаса моя.